Вознесением оканчиваются дела Христово-телесные, или лучше сказать, дела, относящиеся к телесному пребыванию Его на земле, а начинаются дела Духа, говорит святитель Григорий Богослов. Эти дела Духа начинаются со шествием обещанного от Отца, Святого Духа на апостола в день Пятидесятницы. После поклонения Святой Троице в первый день праздника, в воскресенье, на следующий день, Церковь воздает особое почитание Святому Духу, видимым образом сошедшему на учеников Христовых. Хотя деяния апостольские говорят, что сошедствие Святого Духа сопровождалось шумом и всеобщим смятением, на иконе мы видим как раз обратное – стройный порядок и строгую композицию. В отличие от Вознесения, где апостолы жестикулируют, здесь позы их выражают и эротическое спокойствие, движения торжественны. Они восседают некоторые, слегка повернувшись один к другому, как бы переговариваясь. Чтобы понять противоречие между текстом влияния и композицией иконы, следует помнить, что икона обращается к верующим и потому указывает не на то, что видели в этом событии внешне, непосвященные люди, и что дало им повод утверждать, будто апостолы вином исполнили суть, а на то, что открыто людям, причастным этому событию, членам церкви, внутренний смысл происходящего. В Пятидесятнице есть огненное крещение церкви. Будучи завершением откровения о Святой Троице, она является завершительным моментом образования церкви, открывающим ее жизнь в полноте ее благодатных дарований и установлений. Если икона Святой Троицы дает указание на тайну божественного бытия, то икона Сошествия Святого Духа раскрывает промыслительное действие Святой Троицы в отношении Церкви и мира. В Пятидесятницу, не действием уже как прежде, в пророках и учениках Христовых до Сошествия Святого Духа, но существенно присутствует, сопребывает и сожительствует Дух. Служба праздника противополагает смешение языков в столпотворении вавилонском и их единение в день Сошествия Святого Духа. Игда снижет языки слия, разделяши языки вышни, игда же огненные языки раздаяши в соединение вся призва и согласно славенстве Святаго Духа. Ибо нужно было, говорят отцы Церкви, чтобы народы, утерявшие единство языка и рассеянные при строении земной башни, снова обрели это единство и собрались при духовном строении Церкви, огнем любви, сплавляемые в ее единое святое тело. Таким образом образуется по подобию Троицы нераздельное и неслианное новое существо – Святая Церковь, единое по естеству, но множественное по лицам, имея главой Иисуса Христа, а членами – ангелов, пророков, апостолов, мучеников и всех в вере покаявшихся. Это единение по образу Святой Троицы – этот четкий и ясный внутренний строй Церкви ее единое тело, исполненное благодатью Святого Духа и показывает нам икона Пятидесятницы. Двенадцать апостолов, включенные в одну определенную форму, тугу, прекрасно выражают здесь единство тела Церкви при множественности ее членов. Все подчинено здесь строгому и величавому ритму, который подчеркивается еще тем, что апостолы представлены в обратной перспективе. Фигуры их увеличиваются по мере удаления от переднего плана. Их расположение завершается свободным, никем не занятым местом. Это место Божества, указывающее на невидимое присутствие невидимого главы Церкви Христа. Поэтому некоторые древние изображения Пятидесятницы завершаются и Тимосией, уготованным престолом, символом невидимого присутствия Бога. В руках одних книги у евангелистов, у других свитки, как знак полученного имидара учительства. Из сегмента круга, выходящего за пределы доски и символизирующего неба, на них нисходит двенадцать лучей или огненных языков в знак крещения Духом Святым и огнем по пророчеству Иоанна Притечи и их освящениях. Иногда маленькие огненные языки помещаются и на венчиках, непосредственно над головами апостолов. Этим указывается на то, что Дух Святой снишел в виде языков, седших на главы апостолов в знак освящения главного и владычествующего члена тела и самого ума, и возначение царского достоинства почивания во святых. Внутреннее единство, выраженное в подчинении фигур апостолов единой форме и общему ритму, отнюдь не налагает на них печати однообразия. Здесь нет ни одного движения, которое повторялось бы в двух фигурах. Это отсутствие однообразия также соответствует внутреннему смыслу происходящего. Дух Святый является в виде разделенных языков по причине разных дарований, говорит святитель Григорий Богослов. Поэтому он сошел на каждого члена церкви в отдельности, и хотя Дух один и тот же, дары его различные, служения различные. Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания, иному дары исцеления и так далее. Предание говорит, что во исполнение пророчества Дух Святой сошел не только на 12 избранных апостолов, но и на бывших с ними единодушно вкупе, то есть на всю церковь. Поэтому на иконе изображены апостолы и не принадлежащие к 12. Апостол Павел, сидящий с апостолом Петром во главе апостольского круга и из числа 70, евангелист Лука, третий сверху на левой стороне, и евангелист Марк, третий сверху на правой стороне. В древних манускриптах внизу композиции изображает столпа народа, поминаемая в тянях апостолис. Объяснение этой фигуры находится в сборниках 17 века. Часо ради пишется усшествие святого духа, человек сидя в темном месте, старостой одержим, а на нем риза червлена, и на главе его венец царский, и в руках своих имея у брус белый, и в нем написано 12 свитков. Человек сидя в темном месте, понеже весь мир в неверии прежде бяши, а и же старостой одержим, понеже со стареся адамовым преступлением, а е же риза червлен на нем до приношения кровных жертв весовских, а е же на главе венец царский, понеже царствовавши в мире грех, а е же в руках своих имеешь у бруса, в нем 12 свитков, сиречь 12 апостолов, учением своим весь мир просветиша. Воспроизведенная здесь икона принадлежит к величайшей эпохе русской иконописи и представляет собой один из лучших образцов иконы Пятидесятницы, наиболее совершенно выражающий эклезиологический смысл праздника, связанный с центральным догматом христианства о триедином Боге. С этим догматом коренным образом связана жизнь церкви, ибо триединство, то есть единство природы и множественность лиц, есть тот принцип, по которому живет и строит царствие Божие на земле церковь, как каноническая структура ее, так и принцип всякого христианского строительства, церковная община, монастырь и т.д. Есть отражение божественной триединой жизни в земном плане, поэтому и обе иконы, выносимые для поклонения в праздник Пятидесятницы, по существу своему являют образ внутренней жизни церкви. Благословяйся, Кристое Божий наш, их же премудрые ловцы явлей, низко слав им Духа Святого, и тебе уловлей вселенную, человека любче слава тебе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok